Добрый, еще раз я вам расскажу краткую историю, почему я решил быть первым. Это очень круто, привилегия, быть первым на первом заседании Терема в этом году. Не потому что есть такая традиция и все мечты, кто бывает первым, обязательно исполняются, но я хочу, чтобы она была именно такой. Почему она, традиция такая, может возникнуть и совершенно случайным образом для всяких там специалистов по социальной инженерии. Примерно две недели назад я ехал из Санкт-Петербурга в Москву на поезде из Коростном Сапсан. У меня была ситуация, что мне нужно было приехать на вокзал Ленинградский в Москве и через 15 минут отправиться с Казанского вокзала на другом поезде, уже в Самару. Соответственно, у меня была такая небольшая возможность успеть на поезд. А еще нужно было получить вещи из багажа. Вот, собственно говоря, поэтому, когда я ехал в Сапсане, там мне сказали, говорят, что ты лучше успел, тебе нужно выйти первым и просто с первого вагона. Я прошел через весь Сапсан, а там сидят генералы, чиновники, в общем, вся наша элита. Это такой вот поезд Москва-Санкт-Петербург скоростной. Я встал в первый, встал, люди сидят, смотрят, говорят, а что вы? Я говорю, да вот мне надо быть первым. Говорят, а что, есть такая примета? Я такой, ммм, интересно, может и есть. Не, говорю, вообще мне нужно успеть на поезд. Он говорит, а, ну ладно, вот с другой стороны, может действительно есть такая примета? Первый пришел, первый успел, первый получил. Вот, собственно говоря, продолжаем. Почему это важно? Хотеть быть первым и быть смелым со своим проектом. То есть, собственно говоря, мой проект, это про солнечные батареи, и я даже немножко расскажу и покажу. Покажу чуть-чуть. То есть, в принципе, я изобретатель, примерно три года назад я изобрел устройство, называется планарный концентратор. Это из области физики и оптики. Собственно, что он делает? То есть, он делает так, что энергия света, которая падает вот на поверхность, на плоскую поверхность вот здесь, перераспределяется в два противоположных торца. Вот сюда и вот сюда. То есть, вот это вот некий макет планарного концентратора, который может быть использован для различных целей и задач. Собственно говоря, сюда могут устанавливаться солнечные батареи. То есть, если бы солнечная батарея была классического формата, она бы имела размер весь вот такой. А с планарным концентратором она будет стоять только на торцах. То есть, соответственно, солнечная батарея, самая дорогая часть, самая высокотехнологичная, будет примерно в 5-10 раз меньше, чем она есть в классической солнечной батарее. Все остальное изготавливается из строительных материалов типа орстекла. Это я уже к вам немножко отдаю на откуп идею. В плане того, что это может быть некая доска в виде сайдинга. То есть, я предлагаю вам включить ваше художественное изображение, представить, что вот эта вот конструкция вытягивается вот так вот, и появляется некая сайдинговая солнечная доска, которая в торцах может с одной стороны содержать солнечные батареи, с другой стороны туда можно поставить универсальные источники света, то есть типа светодиодные панели. Поэтому я и говорю, что это мультистартап. Он может быть как солнечной батареей, так и светодиодной технологией. Применяться для самых различных задач и применений. То есть, я вот ездил, собственно говоря, по заводам светодиодным и по нашим российским фирмам солнечным, по солнечным технологиям в России, которые я по нашим передам. Вот, собственно, поэтому я это называю, что мультистартап, потому что есть две тематики, которые идут одновременно, разрабатывая одно устройство, но при этом они как бы формально, они разнесены. Собственно, почему идея мультистартапа возникла? Возникла идея, что такое мультистартап? То есть, это некий вот термин, который возник два дня назад на совместной вот подобной встрече с сибирской артерией. Вот, то есть, есть классическое представление стартапа, я вот так назову, стартап-1. И, как правило, туда-сюда приходят инвесторы, кстати. Расскажу краткую историю. Примерно 4 месяца назад, на одном из заседаний, 5 даже, терема, я пришел с вопросом и сказал, мой стартап «Солнечная батарея Планарсан» терпит фиаско, у меня нет денег, чтобы осуществить международное патентование. А сроков у меня осталось один месяц. Денис и сооснователь его, Людмила Семенова, сказали в конце, в качестве идейной поддержки, а может быть тебе сделать народное финансирование через интернет? Я подумал, подумал, думаю, может быть, но никто в России, я посмотрел, этого еще не делал. То есть, что имеется в виду? Чтобы собрать деньги на приборостроительный проект, через интернет в России никто еще ни разу это не реализовывал. То есть, все площадки, которые есть, интернет-площадки, это Планета Ру или Бумстартер, они все собирали либо на концерт, либо на книгу, либо на музыкальное выступление, в общем, на что-то типа шоу. А чтобы на научно-техническую вещь кто-то пришел и сказал, да, мы согласны через интернет дать деньги, такого не было. Так вот, мы были первыми, кто это сделал. По рекомендации территории Терема. Вот запоминайте, важная территория. То есть, мы собрали некую сумму, там, больше 200 тысяч рублей. И на эти деньги мы осуществили патентование, патентование международных заявок, нескольких штук, и запустили некоторый процесс по прототипированию, изготовлению продукта. Собственно говоря, это вот классическая схема. То есть, есть некая идея, есть команда стартаперов, которые говорят, вот у нас есть идея, и есть инвесторы, и вот мы их туда привлекаем. Кстати, привлечены были не только интернет-инвесторы, а появились реальные инвесторы, которые с большими деньгами имеют возможность вкладывать в проект. То есть, они включились, и немножко я с ними поделился процентами. И они как бы сейчас участвуют в проекте, следят за ним, там, и дальше планируют финансировать. Но так как проект сам по себе как многообразен, функционально, он может быть и туда, и сюда, появились ряд, группа людей, которые говорят, ну, солнечные батареи, может быть нас не так интересуют, нас интересуют LED-технологии. И они меня сюда зазвали, говорят, давай пообщаемся. Ну, хорошо, давай пообщаемся. Появился человек, который говорит, ну, LED-технологии, может быть, не так интересны, мне интересуют датчики. Ну, прекрасно, датчики тоже тема интересная. И вот таким образом, как бы технология одна, а целей и задач много, поэтому появляется факт мультистарт. Мультистарт. То есть, это означает, что у нас реально в одной технологии пересекаются несколько стартапов. И вот, собственно говоря, на вот эту технологию, на комплект, комплект, комплект стартапов, состоящий, как минимум, из трех проектов, вот сейчас я примерно и хочу пригласить инвесторов, чтобы они не каждый по отдельности участвовали вот в каждом стартапе, а участвовали сразу скопом, получая каждую свою долю в каждом из этих проектов. Тем самым снизить риски всех инвесторов, если один из проектов будет там затягиваться слишком долго. То есть, я говорю, вот по солнечным батареям у нас эти самые, как их называют, риски весьма велики. По светодиодным технологиям они так, поменьше. Вообще маленькие. По датчикам, вот так, средние. То есть, какой из них стрельнет? Ну, я думаю, может быть этот быстрее. Да, кто знает? Может этот, а может быть и этот. То есть, таким образом, как бы возникает некое вот интегральное взаимодействие между инвестором и нами. И кроме того, кроме того, ключевой фактор, всеми этими задачами выполняет одна команда. Так или иначе, как везде там присутствуют специалисты, я там оптик, главный изобретатель. Есть радиоинженер, есть конструктор, есть дизайнер. и кто хочет, вакансия открыта, нету главного менеджера инвестиционного. Собственно говоря, вот команда может выполнять все эти задачи одновременно. И, ну, я ее как бы выполняю, но, честно говоря, я оптик, менеджер не очень хороший. Поэтому я говорю, потому что вакансия открыта, и мы готовы работать, взаимодействовать с людьми, которые хотят быть менеджерами в проекте инновационном. Вот. Так, что у нас там? 11 минут. Хорошо. Так быстро все рассказал, поэтому вопрос сформулирую. Вопрос. Вопрос, наверное, заключается в следующем. То есть, вот здесь вот начинается самое интересное. То есть, как правило, если ты все знаешь, то тебе здесь делать нечего. Но, так как я не все знаю, поэтому и вопрос сформулируется, вот он формулируется вот сейчас. Собственно говоря, вот вопрос заключается в том, что как сделать, ну, может быть, она пересекается с двумя форматами. Экспертное поддержка, экспертное мнение и идейная поддержка. Стоит ли предлагать инвесторам такой формат стартапов, как мультистартап, то есть, участие сразу в нескольких стартапах. А если стоит, то чтобы вы посоветовали, чтобы это было более эффективно и более, ну, в общем, качественно, чтобы это сработало? Давай первый вопрос с ним. Давай, ладно. И превратим, то есть, оставим второй вопрос. То есть, как, что предлагать инвесторам, чтобы им мультистартап был интересен? Да, чтобы они вошли, и чтобы это сработало. Да, конечно. Восемка. Понятный вопрос? А Денис, можно еще уточняющий вопрос? А в мультистартапе какого уровня идет? Посевные инвестиции, да? То есть, на что? Это предпосевные инвестиции. Это предпосевные инвестиции. Конечно, это предпосевные инвестиции. А о каких словах идет речь? Я думаю, что... То есть, в принципе, почему он возник как потребность, как необходимый шаг для реализации проекта, то есть, как минимум, вот чтобы вот эти команды существовали, нужна вот работающая лаборатория. То есть, реально нужно финансирование, чтобы лаборатория работала хотя бы год или два, не беспокоясь, ну, год, по крайней мере, о том, что чем импетация еще кушать. То есть, это значит, объем финансирования, ну, я думаю, от двух миллионов рублей. И некоторое пространство, помещение и оборудование. Хотя оно требует здесь не очень новости, оно не специально, не профессиональное. У меня тогда сразу идея. То есть, мы уже идею, уже надо начинать. Да, да, да. То есть, сразу тогда и по-чесноку, то есть, говорить, ну, как бы, инвестору, сразу по-чесноку, да, вот у нас такая есть команда, вот есть такие вот стартапы, они понимают, что вот начальная инвестиция, это инвестиция в команду, да, и по-чесноку сразу говорить, что у нас есть такая команда, которая вот такой мультич, штуку может сделать, ну, давайте вот нам денег на команду. Да, да. Окей. Идея понятна? Нет, ну, что, где ей понятно? Идея, то, чтобы это было честно. Говорить честно, что... Честно говори сразу. Помню. Записали. Окей. Есть идея, ну, такая его приятелная, если сделать в уличном варианте эту вот пластину, где по бокам батареи, можно сделать такое антикафе в формате этой батареи, где люди будут сзади находиться, а здесь чайник может гипетиться, к примеру, без всякой энергии. То есть, они что-то делают, сидят, трассники, взяли чай, попили, дальше делают что-то, понимаете? Кула-ка. Или подарить еду, например. Сделать антикафе в формате большой батареи, где будет просто и подогреваться еда, или чайник кипятиться вот на этих вот батареях, а внутри находятся люди, читают книжки, сидят на ступчиках, за столами что-то делают. То есть, некое дизайнерское архитектурное решение? Антикафе. Там ничего не делают, просто плюс и свой чай, свою еду подогрели, на этих батареях покушали, то есть, при колоноске, всего-то есть. Окей, спасибо. Еще? Окей. А как же это штука? А как эта штука называется? Солнечная батарея. Вообще называется фонарный концентратор, он же террорассеиватель, поэтому я его называю. Технология фонарсан. Дэй? Я предлагаю добавить еще одно название. А, извините, я хочу вам дать вам все трогать. На то, которое не техническую сторону обозначает, а именно эмоциональную, что-нибудь там, источник мечты или что-нибудь такое сделать, чтобы это было красивое, звучное название, понятное вообще простому человеку на уровне эмоций. Хорошо, понятно. Ну и еще такая идея, то есть здесь много дизайнеров присутствует, то есть ребята на вооружении, это офигенный старикный материал можно сделать с дизайнерским решением, крутыми прям вообще, то есть какие-то там... Строительный материал. А, да, старикный материал с классным световым разрешением, то есть как-то использовать днем, потому что-то ночью светится же обычно. Красиво обычно, когда делают. Надо подумать, как это совместить. Может быть, есть какой-то... Окей, совместить со строительным материалом. То есть технологии совместить со строительным материалом. И второе, это то, что посмотреть стартапы уже не по 7-го уровня по строительным материалам, по всяким современным фасадным технологиям, и вступить с ними в контакты, предлагать мультистартап плюс еще в совокупности со строителями. У них схожие проблемы, и они прошли этот путь, когда нет денег. И поиск денег. Они могут быть благодарны и поддержать, и качить в кабаку. Включиться в команду со строителями. Включиться в команду со строителями. Хорошо, спасибо. 29 по 31 января в Кострою СИП по любому деловой программе будет светодиодное освещение. 100% можно заявить в эту программу, выступить там вас выслушают, и, возможно, будет какой-то уровень. Это в плане делового общения со строителями. Хорошо, понятно, спасибо. Можно с 7-4 назовица. Андрей? Я хочу добавить к этому трио еще четвертую ножку. И смотри, совмещение того, что дает энергию и светится, было бы очень хорошо сделать над пешеходными переходами такую штуковину, которая вечером набирает электричество, а ночью подсвечивает водителям о том, что люди переходят. Очень много людей гибнутся на пешеходных переходах, потому что темно. И в этом случае это изделие, оно могло бы решить именно вот эту проблему. Да, понятно, понятно, понятно. Еще один. Так, окей. Сужай или расширяй? Вопрос. Хорошо, вопрос, наверное, будет касаться идеи про инвесторы. Сужение в смысле. Давайте попробуем поотвечать на вопрос, насколько это, или как это можно сделать привлекательно для инвесторов. Не для просто потребителей, а именно для инвесторов. То есть инвесторов, чтобы они дали деньги. Да, чтобы они дали деньги. Как сделать привлекательно для инвесторов? Учитывая, что еще, почему, то есть я говорю, это предсея, то есть это нету готовых образцов, мы не можем изготовить ничего еще пока. То есть, чтобы надо дойти до изготовления, вот надо нам хотя бы 2 миллиона рублей. Хорошо. Включаете чуть-чуть фантазии, начинаете смотреть ваши изделия уже на уровне тех продуктов, которые можно продавать. И делаете приблизительный план продаж, и инвестору показываете, что ты вкладываешь, к примеру, сегодня столько-то денег за это.